Камила, добрый день! Смотрите по вашей футболочке то, что у вас не получается. Во-первых, первое, на что мы обращаем внимание, футболка находится в группе. То есть она целиком сгруппированная. Для того, чтобы с ней более комфортно работать, ее не обязательно разгруппировать. Это можно сделать через правую кнопку мышки. Я больше люблю входить в режим изоляции. Для этого мы делаем двойной клик левой кнопкой мыши. И у нас, видите, все остальные стали серыми, а это вышло. Теперь я с каждым отдельным объектом могу работать. Что здесь можно сделать удобно? В инструментом черная стрелочка я выбираю нашу с вами линию и начинаю ее тянуть вниз. В данном случае для линии этого будет достаточно. Вот она одна и вот она у меня вторая. Если я понимаю, что какие-то моменты меня не устраивают и что-то мне нужно поправить, то я выбираю инструмент белая стрелочка, выбираю точку, именно точку и начинаю уже переносить. То есть можно сделать именно так. Задание по тому, как моделировать по длине и ширине направлено именно на получение данного навыка. То есть для того, чтобы вы могли сориентироваться, а как вам взять те точки, которые есть, и с ними поработать. То есть видите, я просто их растянула, потом поправила точки, поставила их на нужные мне места. С двойным кликом вышло, Ctrl 0, я вижу все. Вот такая история у меня получилась. Поэтому вы можете с ним спокойно работать. И то, что я показывала, если мы с вами выделяем только фрагмент каких-то точек, например, я это делаю лассо, обычным инструментом лассо. Вот я выделила точки, вон они стали активные. Если я начну, например, кнопкой мыши двигать, вот они у меня пошли вниз. Вот и смысл этого задания, чтобы вы поняли, как выделять объекты, каким инструментом выделять, и как их можно дальше двигать, куда, как и зачем. То есть нужно вот это понимание. Здесь, смотрите, была трансформация, почему-то нету одной линии. Здесь две, здесь одна. То есть надо линию как минимум сдублировать. Shift Alt, вот она сдублировалась. Ну, как вариант. Здесь тоже прилипло, не очень здорово. Вот, попробуйте еще раз, освоите этот прием, потому что он действительно для трансформации эскизов и дальнейшей работы с ними, он нужен и важен.